Здравствуйте, Юля. Скажите, пожалуйста, что сделано с момента, как вы начали должность заммэра города? Ну, так очень бомбесно сказать, что вы начали. Я не прекращала работать в независимости. Была я на должности начальника управления абсорбцией, то, что я занималась. Конечно, за полтора года, что я заммэра города. И я думаю, что намного улучшилась наша работа и мое присутствие во всех комиссиях, во всех важных частях города дает плодотворные результаты. Но начнем с самого главного, что действительно бюджет управления абсорбцией увеличился в два раза. Это видно на наших мероприятиях, которые мы делаем. Мероприятия мы делаем каждый день и множество мероприятий каждый день. И здесь я хочу отметить действительно понимание с этой стороны и мэра, и многих членов коалиции. Сказать, что что-то легкое, что-то возвышенное очень тяжело. Все добивается очень тяжело. Например, сейчас для меня очень важно два проекта, которые один, в принципе, идем к завершению. Это 9 мая приближается, и на протяжении пяти лет у нас уже есть установлено, как говорится, какое-то свое личное, что каждый год 9 мая в Хайфе проходит парад. И в этом году я приглашаю всех-всех жителей города 7 мая с 9.30 на том же месте, на площади возле Макдональдса, на улице Пинат-Бальфур, Герцеля, принять участие в параде, посвященном 65-ти лету Великой Отечественной войны. И приближается праздник Дню независимости Израиля, и мы делаем большое мероприятие, которое будет 20 апреля в Бет-Тену на улице Рушалаем, где будет концерт, куда приглашены все-все жители нашего прекрасного города, люди Адара, которые не имеют своего транспорта поехать на какие-то другие мероприятия, могут прийти и провести прекрасное время в вечере песни, в вечере счастья, в вечере музыки. И параллельно к этому мы переходим по самому большому в этом году мероприятию, которому мы делаем, культурному мероприятию, это 20 лет Алия. 20 лет Алии – это те люди, которые приехали последние 20 лет, кто-то 10 лет, кто-то 8, кто-то 20, как они достигли, чего они достигли, какие есть ошибки, что можно еще сделать и что можно изменить. Очень важны для меня проекты, которые связаны с нашими детьми, и на сегодняшний день я добиваюсь, чтобы получить в свои руки проект «Город без насилия». Это очень важно, как не вам знать, те, которые занимаются молодежью, что продолжаются сегодня очень страшные случаи. Вот как раз сегодня по дороге на работу мне позвонили, что были погромы на улице, вечером вчера били машины в Кириатолейзере. Есть очень много проблем, которые нам нужно решать, и нужно как-то выходить из этого положения, и чтобы наш город был чище, красивее и лучше. Также для молодежи есть очень много интересных программ обучающих. Мы открыли три недели тому назад новый проект для подростков, которые в 15-16 лет сегодня изучают курс МАДы. Это они будут младшие медбратья. И даст Бог, пройдет этот курс, они получат удостоверение. И когда перед ними станет выбор идти в армию, для них уже будет легче, для них уже 100% гарантия. Да, они хотят в армию, да, они хотят служить нашей Родине. И кроме этого, они уже имеют какую-то специальность в руках. Вместо того, что они гуляют по улицам и собираются в коммуны, и дебоширят, и делают какие-то проблемы, они сидят за столами и занимаются серьезными проектами. Юлия, скажите, а вот легко быть заммэра города? Нет. Единственный урок, что я извлекаю, кто хочет чего-то добиться, кто хочет что-то делать, он должен продолжать работать с людьми. Да, не всегда может быть доступна для всех 70-80 тысяч избирателей, но я отвечаю на телефоны 24 часа. Я стараюсь помочь не всегда, что они идут, не всегда люди обращаются с вопросами, которые во власти входят в мои полномочия, но я все равно стараюсь помочь. Есть, конечно, вопросы, которые невозможно решить здесь. Это очень важные вопросы, которые я пытаюсь, и сейчас я передала документы депутату Кнесета Дуду Ротему по поводу захоронений, захоронений неевреев, по поводу захоронений даже евреев, которые на кладбище Тель-Регев. Я занимаюсь этой проблемой уже несколько лет. Это не в моих руках, не муниципалитет этим занимается, но я пытаюсь помочь, потому что это тот же избиратель, это тот же человек, которому нужна наша помощь. Скажите, ваши дальнейшие планы на будущее? Планируете ли вы быть мэром города или дальше пойти? На сегодняшний день я планирую только одно, чтобы люди, которые дали мне возможность сегодня стать замомэром, были довольны, хоть получали от меня, я принимаю, говорится, на лицание и порицание, если люди чем-то недовольны, я буду очень рада, чтобы они пришли и сказали, написали мне, и не всегда я могу знать ихнюю проблему, и я надеюсь, что очень рано говорить о каких-то планах, надо сегодня что-то достигнуть для того, чтобы говорить о будущем. Конечно, я надеюсь, я не оставлю своего избирателя, я надеюсь продолжать дальше, и многие говорят, вот, есть какое-то спокойствие, нет, я не считаю, что у меня есть спокойствие, наоборот, я все время как на фронте, я постоянно с самого утра, у меня есть уже программа на несколько дней вперед, мне не всегда не хватает времени, но тем не менее, я верю в своего избирателя, верю в людей, которые со мной, я надеюсь на то, что я нужна людям, и буду очень рада, если люди, если у них есть какие-то интересные предложения, если у них есть какие-то проблемы, о которых я не всегда могу знать, я не могу быть всегда в одно и то же время во всех местах, а пусть обращаются, я буду всегда рада им помочь. Спасибо большое.